Россияне, я жарю оладушки с бананом и слушаю передачу. Чего вам мешает в вашей жизни, не настолько, наверное, занятой, то же самое, сесть, посвятить свое время изучению истории? Вы представляете, оказывается, генералов советской армии расстреливали после войны в 1950 году. Представляете, 1950 год. Получается, уже все закончилось, вся война закончилась, всех немцев убили, все, возвращает наших пленных советских. Ну, вы же понимаете, что такое обмен пленными, да? Пленные люди, это те, которые пленные, ну, то есть, они делают ничего не... В начале войны очень много войск попали в плен. Они просидели в концлагерях фашистских вот этих вот застенках. Представляете, они прожили, значит, 4 года войны в концлагерях. Их возвращают домой, они попадают в новый концлагерь, они попадают в советский концлагерь. Представляете, их там держали немцы, ну, оккупанты, да? Потом пришли свои держи. То есть, получается, они, наверное, не хотели после войны попадать в Россию, потому что их ждал срок, то самое интересное, даже не срок. Их ждал расстрел. Их ждал расстрел. Их ждал расстрел в 1950 году генералов. Там солдаты дали показания, что не было сотрудничества с немцами, не было ничего. Единственное, что они сделали, они не расстреляли себя, то есть, они не застрелились. Это единственная их вина, что они не застрелились. Это что, вина человека, что он не застрелился? Его привели, приговор в исполнение, просто Донское кладбище, братская могила. Там лежат в свалке генералы, которые прошли через немецкие застенки. Они лежат в свалке, не разделенные каждый по своей могилке. Донское ваше ебучее кладбище. Это просто свалка генералов. И самое, что ужасное, родственников нет. Некому укаживать за этими братскими могилами. Потому что родственников тоже раскидала, расстреляла под трудовым лагерям, и они там сдохли. Все родственники генералов, которые прошли и отдали свою жизнь за отечество, они лежат в этой братской могиле. Родственников нет, некому ухаживать. Вот, пожалуйста, ваша ебучая родина. Продолжение следует...